Доброго ранку, друзья! Витаем вас! 6.30 на годинку, 22 вересня на календаре. Это ранок в Великому Месту. Мы начинаем без заявых слев, потому что очень много разных важных информаций, о которых терминово нужно знать уже сейчас. Это называется без лишних слов по версии Юлии Зарей. Друзья, поехали! 42 часа продолжается уже продуктовая блокада полуострова, которую организовали Меджили из Крымско-Тарского народа и ряд общественных организаций. 42 часа ни одна фура не может проехать на территорию аннексированного Крыма. На границе в разных местах, вот как раз-таки съемки с беспилотника, скопилось до 200 фур. Многие водители, некоторые водители понимают бесперспективность надежды проехать на территорию Крыма, разворачиваются и уезжают. Кто-то пытается как раз-таки, ну то, что называется, качать права, но милиция как раз-таки действует протестующим. Она нарисовала зебру, по которой как раз-таки гражданские активисты ходят, не позволяя грузовикам пересекать административную границу. И я в двух словах расскажу, в чем там история. Дело в том, что еще в прошлом году, после того, как Крым оказался аннексирован, украинский парламент принял закон о свободной экономической зоне. По большому счету, это была уступка в пользу украинского крупного бизнеса, у которого остались в Крыму активы, заводы, торговые сети. По большому счету, они ввозили в Крым продукты питания, продавали их там, налоги платили в российский бюджет в Крыму, в украинский бюджет они не платили ни копейки налогов. И благодаря этому все торговые розничные сети, все заводы и активы украинских крупных бизнесменов продолжали работать в Крыму. И как раз таки Межлийскому скатарского народа неоднократно говорил, что ребята, в то время, пока в Крыму продолжается давление, пока арестовывают и задерживают активистов, пока судят Сенцова и Кольченко, официальный Киев продолжает торговать с полуостровом. Так больше нельзя. И вот, собственно, то, что мы наблюдаем, это как раз таки гражданская инициатива, которую в том числе может подхватить официальный Киев, если он увидит, что общественное мнение не протестует против идей вот такой вот себе продуктовой блокады. Знаете, если продолжать дальше, я не знаю, не подразумевала кількість годин, сколько уже голодует Игорь Масайчук, но тем не менее, он сказал, что, он назвал умови, за которых он прекратил голодование. Так, ось, акцию протесту нардепи Радикальної партії прекратили лише после особистої встречи с генеральным прокурором Віктором Шокином. Про це повідомила адвокат Ігоря Масайчука Оксана Мельник. Крім того, вона відзначила, що стороні захисту ще не вдалося ознайомитися з матеріалами всіх справ по Масайчуку. Адвокат також сказала, що нардеп зараз п'є лише воду, проте стан його здоров'я абсолютно в нормальному стані знаходиться. І нагадаємо, що 17 вересня Ігоря Масайчука взяли під арешти якраз у приміщенні Верховної Ради. Він підозрюється в ряду кримінальних правопорушень вже 18 вересня. Йому також обрали і запобіжний захід. Це отримання під вартою до 15 листопада поточного року. Знаєте, з цього приводу в соцмережах їх вже просто розриває, з приводу цього голодування, мовляв. Ну і навпаки, піде на користь і таке інше. Ну, подивимося, як це все буде розвиватися далі. Антон, у тебе що? Друзі, представьте себе, скорість 139 км в час. На автомобіле діло таке, але на велосипеді це реально шокіруючі кадри. Ну, просто це треба мати железні нерви, щоб з такою скорістю мчатися. Іменно такі, похоже, у Тоді Рейхарда. В рамках соревнований він з такою вот скорістю 139,5 км в час. Він сумел промчатися на такій вот конструкції. Ого. Ну і я так понимаю, що це не совсем велосипед? Нет, це велик. А він управліться силами одного живого, ну, в той момент живого велосипедиста. Ничего себе. А вот це велосипед, да? Да, да, да. Ну, просто це все обтекаємий корпус для какой-то скорости. Но я не представляю, як він там педали крутил. Вау! Бедняженька. Вот це я понимаю, вот це устал, устал. Це, между прочим, його новий рекорд. Он чуть-чуть превысил. Прежний був там около 139, а тепер на полкилометра быстрее проехал. Супермен просто. Так, швидкість. Друзі, Новосирія замість Новоросії. Чи правда, що Кремль змінює мішень? Трагедія малайзійського Боїнгу. Чим? Що може поставити Україну під удар? Місне іпседовибору на окупованому Донбасі. Це все, про що сьогодні розповість вам програма «Гражданская оборона» о 20.20. Ну а прямо зараз лише невеличкий анонс того, що буде в вечері. Увага на екран. Смотрите, сьогодні в «Гражданській обороне». Російське присутствие в Сирії. Означає ли це, що Донбас оставить в покое? Ще с весні розкручують таку тему. Именно в Росії, в російських СМІ. Обмін Сирії на Україну. Росія і ООН. Будуть ли наказані виновні в крушенній Боїнга? Росія намагається відтягнути час, тільки ще з однією метою, для того, щоб зробити вийну всім Україну. Заслужений приспешник режима. Іосиф Кобзон. От певца до заядлого пропагандиста. А СБУ я перевожу по-своєму. Союз бендеровських убийць. По сценарию. Зачем террористам выборы в октябре? Местные выборы в Луганскій народної республіки назначены на 1 ноября этого года. Факты, свидетельства, доказательства. Все це сьогодні, в 2020, в Гражданській обороні. Гражданська оборона буде сьогодні вечером, друзі, але утром тільки починається. Антон, давай, жди глаголом. На прошлій неділи ми всі наблюдаємо за приключеннями генпрокурора Шокіна в Верховной Раді. І походу, у нього є плани на продовження. Він просить Раду принять закон о процедурі ареста депутатів. Этот закон, уверен, генпрокурор не даст народним избранникам уходити от правосудия. В качестве примера он вспомнил Сергея Клюєва. 16 июня Шокин попросил парламент арестовать Клюєва и привлечь его к ответственности. А Клюєв из-за двухнедельных разбирательств сбежал из страны. Також генпрокурор заявил, что если этот закон не будет принят, то нужно будет отменять депутатскую неприкосновенность. Не, ну депутатскую неприкосновенность вообще было бы желательно. Ну, на самом деле, вот в отношении депутатской неприкосновенности, кстати, есть разные точки зрения. Многие вспоминают, что именно она позволила во времене Януковичу тому самому партии регионов, условно говоря, не расправиться со своими политическими оппонентами окончательно. Но как раз таки о том, что процедура ареста депутатов, которые подозреваются в совершении тяжелых преступлений, должна быть облегчена, наверное, в этом есть здравый смысл. Друзья, еще одна новость, в которой как раз таки здравого смысла нет. И эта новость пришла к нам не откуда-нибудь, а из Греции, где на парламентских выборах снова победила партия экс-премьер-министра страны Алексис Саципроса. На премоборных плакатах так и было написано, можно снова не возвращать. Можно снова не возвращать долги. Друзья, леворадикальная коалиция Сириза, которую возглавляет бывший премьер Алексис Саципрос, на досрочных парламентских набрала 35% голосов. Это означает 145 кресел в новом парламенте. А ее основной конкурент, правоцентристы из партии «Новая демократия», набрали 28% голосов. Самое удивительное, что как раз таки Алексис Саципрос и его коалиция Сириза принадлежат тем людям, которые, по сути, отправили в нокдаун греческую экономику. Это они своей идеей не возвращают долги западным правительствам. По большому счету поставили на грань выживания греческую финансовую и банковскую систему. Вот они добровольно ушли в отставку, назначили перевыборы и снова народ избирает популистов. Это история, знаете, про уроборос, который кусает свой собственный хвост. Из этого тупика в какой-то момент выбраться не удастся. И вот задача Украины не повторить греческий сценарий. Это не хвост, Павел. Поганый момент в том, что, поскольку Москва как раз поддерживает Гречию, поддерживает властность Сипроса, то она может просто его использовать для того, чтобы блокировать евроинтеграцию Украины. Тут тоже очень негативный момент в этом. Ну, да. Ладно, поехали дальше. Хватит серьезно. Пора говорить о прекрасном. Есть прекрасный мастер перевоплощений. Вот буквально сразу и не догадаешься, что это собака. Ну, вот смотрите сами. Ну, смотри. Ну, панда. Ну. А-а-а. Secret agent purse. Хоть-хоть. Да прелестная же выдумка, согласись. А вот я бы хотел услышать мнение собаки на этот счет. Я думаю, еще. Менение собаки пока кормят, смешно. Все нормально пока кормят. Годуй меня, я буду для тем, кем за угодно. Кем ты только захочешь. Запомни, запомним эти слова Юли. Мне они по душе. Друзья, еще одна новость. На самом деле, вы, наверное, сериал не смотрите, а я сериалы очень даже смотрю. Так вот, сериал «Игра престолов» стал рекордсменом премии «Эмми». Да, ну, это такой себе телевизионный «Оскар», и им награждают лучшие телепроекты в США. Так вот, «Игры престолов» собрали 12, друзья мои, 12 статуэток. Сериал получил награды, в том числе в номинации «Лучший драматический сериал», «Лучший сценарий», «Лучший звук», «Лучшая работа режиссера» и так далее. Вот как раз таки исполнитель роли Тириана Ланнистера, как раз таки вот празднует заслуженную победу со своей таки статуэткой. Так, я что, один в этой студии смотрел, Юрий? Ты просто один, я вот дивился цей сериал, он бесподобился особо. Я не люблю эти кривавые какие-то сцены, я знаю, что там их очень много. Я не смотрела, но сцены не знаю. Есть еще и постельные сцены. Ну, это уже совсем меньше справ. Так, с них надо было начать зацикавливать, девчонки, дивиться сериал. Друзья, продовживши дальше, так абсолютно оптимистичная новина из космической сферы. В Дніпропетровске открыли проект по развитию новых идей в космической сфере. Про это пишут на официальном сайте Дніпропетровске областной ради. Это платформа, так называемый бизнес-инкубатор для космических, инженерных и IT-стартапов. Она работает очень просто. Послушайте, уважно. Энтузиасти приходят с своими идеями, им помогают, дают экспертную поддержку, помогают в создании бизнес-плану. Ну, и уже наприкінці, вот эту идею, которая уже развилась до такого повнецельного проекта, ее могут предложить инвесторам и банкам. И сейчас молодые предприниматели, они уже имеют ряд каких-то конкретных пропозиций для разработки. Это контроль психологического стану космических туристов и электродвигун для супутников. На самом деле, это прекрасная новина, что молодые таки таланти, молодые инженеры, могут себя как-то реализовать в космической сфере. Супер, молодцы. Ну что, друзья? Я новости про сериалы рассказываю, а Юля про космическую сферу. Ну, кто тебе виноват, что ты домохозяйка? Ладно, поехали. Есть еще одно видео, знаете, про добро. Делай добро и отпускай его на волю, подумал один человек и спас птичку. Включаем видео. Вот это птица, она спасена, она улетает. И что, 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 что? И все. Сидеть. Ну, знаю все, раз я сподеваюсь. Ой. Да, я бы не был вот так на 100% уверен, но то, что человеку снова есть кого спасать, это практически вот гарантия. Ладно. Знаете, что делать, чтобы заткнуть надоедливого крикуна под окнами? Ну, у каждого свои методики. В Украине пока не разрешили оружие так в полном объеме использовать. Но в Шотландии там вообще особенный подход к этому вопросу. Национальный, я бы даже сказал. И вот, человек орет под окном. И? А тут волынка. Попробуй переорать волынку. Ну, демонстрирует свои таланты. Один в вирши читает, інший играет на волынце. Ну, прекрасно. Это можно перенимать этот опыт для каких-то украинских предвыборных акций. Когда там, товарищи, мы повысим пенсию. А тут реально. Я к тебе сюда теперь буду приходить с волынкой, если что-то мне не понравится. А, так это не она. У меня нет. Звуки похожи, но не всегда. У меня нет волынки, но ты не меньше. Вы лише послушайте. В Росії гирше. Российские найманцы не хотят вернуться в Россию и покидать Донбасс. Как з'ясовало луганске ведение «Информатор», много кто из боевиков нашли себе на Донбассе уже дружин. И они себе как раз завели детей. И по закінчению контракта они должны были вернуться в Россию. Но они не отказываются это делать, не смотря на твой договор, который они подписывали. Анонимное джерело поведомило, что за словами самих боевиков, ревень життя и экономический стан в республиках, так званых, он набагато выше, чем даже в Российские глубинцы. Вот именно в глубинцы, откуда они приехали. В этом смысле я в большей степени согласен с теми людьми, которые говорят, что люди, которые по большому счету совершили себе такой скачок и по образцу, я не знаю, какого-нибудь булгаковского шарикова из гнязя в князи скачили, им, конечно, очень сложно примириться с мыслью, что нужно уезжать обратно себе в Пермь и снова устраиваться на автомойку, как, например, работал Арсен Павлов, известный как «Моторола». Друзья, еще одна новость, которая как раз-таки пришла к нам с той стороны фронта, это то, что боевиков так называемой ЛНР заставляют платить дань. По информации пресс-службы штаба АТО, всех террористов обязали сдавать часть зарплаты на потребности подразделений. И речь идет, что некоторых, например, заставляют ежемесячно сдавать до 100 долларов, сумма растет. В общем, такую информацию дает пресс-служба штаба АТО, но это как раз-таки история о том, что, знаете, финансирование уменьшается, аппетиты растут, а как раз-таки свет в конце тоннеля у тех людей, которые приехали воевать против Украины, особенно-то и не видно. А я не втомлююсь дивоваться, а ведь соби в ДНР начали продавать, чтобы выдумали, вишиванки. Так, миссари-мешкинцы кажут, что цены на украинские сорочки демократичны. Человечная вишиванка коштует около 190 российских рублей, но даже от 190. Это сколько гривен? 190 рублей – это где-то 70 гривен. От женщин, от 230 рублей, и купить обновку можно в Донецке, а также в месте Макеевка продает ОНН. Люди, которые вынуждены зарабатывать хоть как-то, я понимаю, что они ищут в этом возможность как раз-таки личным трудом. С символизмом, и насколько это символично, в так званых ДНР продают абсолютно справженние вишиванки. Российский шпион думал, что он замаскировался, но парашют его выдавал. Вишиванка, вишиванка. Друзья, еще. Вас ждет много всего интересного. Что изменит налоговая реформа, думаете вы? А мы вам расскажем в отношениях украинцев и государства. Будут ли брать нас меньше? Кто за это заплатит? Почему бедные отдают в казну наравне с богатыми? Ответы на эти вопросы ждем от заместителя министра финансов Елены Макеевой. Буквально через несколько минут. Вот частная военная компания, американские, британские, польские наемники. Вот кто, по мнению кремлевской пропаганды, воюет на стороне Украины в Донбассе. Каждый житель Украины знает, что это не так. Но для чего Москве понадобился этот миф, разбирался Андрей Бугаров в авторской рубрике «По сомнениям». Ну, а прямо сейчас мы вернем слово нашим коллегам и программе «Факты». Увага на экран. Друзья, ну, как раз-таки продолжая вот тему понятную нашими коллегами, действительно, наша программа ничем не отличается от миллионов украинцев, которые тоже хотели бы, чтобы нам кто-то пришел и на пальцах рассказал про новую налоговую реформу. Поэтому сидим, ждем с моря погоды. Государству. Это по версии Антона, друзья. Ждем ближе, ждем. А прямо сейчас. Комбата Збройных сил Украины затримали за отримание хабара в понад 1 млн грн. Підозрюваний взял деньги за пропуск 10 транспортных средств за лінію размежевания. Головный военный прокурор визначил, что затриманному уже предъявили подозрю в сприянной финансировании терроризма, незаконном перемещении товаров и отримании невравомирной выгоды. Кроме того, Анатолий Матюос, он подкреслив, что подтверждающие документы собирались два месяца придая РБК Украины. Еще одна новость, которая как раз таки касается вооруженных сил Украины, в частности, Национальной гвардии. В Украине начался набор спецназ. Национальная гвардия об этом заявила глава МВД, собственно, Арсен Аваков. Принимаются только добровольцы. Предпочтение отдадут тем, кто воевал в АТО. И в бригаду, которую планируется создать, это будет образцовое подразделение спецназначения, цитируя главу МВД. Его создадут по натовским стандартам и так далее. Всего планируется набрать около 5000 бойцов. Зарплата будет рядовым около 7000 гривен. Офицерскому составу и сержантам от 11 до 13 тысяч гривен. Старшим офицерам 20 тысяч гривен. Ну а контракт же будет предлагать минимум на три года, чтобы как минимум окупить подготовку боя на случай. Это хорошая новость, потому что в армию и в Носгвардию должны прийти нормальные, высокие, адекватные зарплаты. Ну а я вам расскажу про неадекватно дорогие цены на развлечения. Американец уничтожил компьютер стоимостью больше 2000 долларов. Зачем? Чтобы видео на Ютубе разместить. Я не утрирую. Именно вот эта мотивация у него. Итак, вот крупнокалиберная пушка противотанковая и компьютер известной марки. Не будем ее называть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот это видео отправляется на Ютуб. Вообще в рамках именно этого канала на Ютубе они уничтожили очень много уже разнообразной техники. В сумме, наверное, на миллионы долларов. В итоге подписаны полтора миллиона человек на этот канал в Ютубе, и он очень популярен. И они за эти деньги получают, понимаете, уничтожают деньги и получают за это деньги. Знаете, продолжаючи тему з неадекватного. Так ось повернення до бандитских часов. Боевики на Донбассе уже достатньо настрахали населення и взялися за своих же. Для чего влаштовывали тортури домичнику Захарченко? И сколько сегодня кошти життя найменца по ту сторону фронта? Дивите прямо сейчас в материале программы гражданской обороны. Увага. С самого начала конфликта к власти в самопровозглашенных республиках пришли бандитские группировки. На Донбасс вернулись лихие 90-е, где все решают главари банд. Каждое бандитское группование, как в час большевистской революции 1917-го, взяло в руки автомат и автоматично взяло в руки владу. Банды возглавили выходцы из низших слоев общества, для которых существует один закон. Кто с автоматом, тот и прав. То есть это все люди из ГОИ, это социальные элементы. В нормальном миру они бы никогда не были бы там лидерами. Весь год они грабили местное население, занимались рэкетом и мародерством. Отжали, красавчики. И вот пришел неминуемый конец. Ресурсы иссякли. Легкий заработок закончился, а аппетиты боевиков напротив только возросли. Если раньше жертвами бандитов становились местные жители, то сейчас пожираемые жадностью боевики начали терроризировать друг друга. Боевики приходят до таких, скажем, креативных решений. Они начинают выкрадать один одного. Они понимают, что и в них также есть деньги. Чем выше в иерархии террористических республик находится банда, тем больше у нее возможностей для джима. Например, выображаемые борцы за выображаемую справедливость из Министерства внутренних дел ДНР, а если быть точными, коллекторы Александра Захарченко, вышли на тропу рэкета. И началась игра в руку народного правосудия. Кидают на подвали за будь-яким звинувачением. Это, че то керувание в нетверезом состоянии, че то там віджим, че то розбийный напад, че то дезертирство. По великому рахунку, этим занимается військовая комендатура, где засоби влияния на боевики одни. Тортуры, побития або, скажем, трудовая терапия. Это Варган, командир террористического батальона «Оплот» Сварожичи. Его задержали по обвинению в мародерстве. А пытки у террористов отборные. Эти ребята легко могут составить конкуренцию даже самым свирепым палачам гестапо. Пять раз меня топили водой. То есть сложили на спину, пять человек садилось сверху, сложили тряпочку на рот и полтора литровую баклажку воды лили, так что у меня была вода в ушах, носу, в рту. То есть я задыхался, умирал. Таким оказалось правосудие по-дНРовски для командира целого батальона. К слову, Варган – бывший подчиненный лидера ДНР Александра Захарченко. После очередного избиения они поняли, что они либо убьют меня, либо я все равно не признаюсь в том, что они пытались меня инкриминировать. С перепуг они отдали мне МГБ. Двое суток я провел в подвалах МГБ, где тоже меня пытали, били прикладами, пытались ножом залезать. Так называемое правосудие настигло Варгана на самом деле незапредъявленное мародерство. Этим промышляет в ДНР каждый, и наказывать тогда нужно всех. Просто он посмел стать богаче, чем его хозяин Захарченко. Так называемые МГБ и военная комендатура – некие правоохранительные органы лжереспублик, которые должны следить за порядком и бороться с преступностью. Но на деле это просто ракетиры, которые отвечают за выслеживание неугодных и последующие пытки. Подчиняются они никому иному, как Александру Захарченко. Сегодня еще вевторку. 20 и 21 на ICTV. Девица Брэд, гражданская оборона. И еще одна новость, еще одна тема, которая очень важна. Что изменит налоговая реформа во взаимоотношениях украинцев и государства? Сколько заплатят средний класс? Сколько заплатят малообеспеченные? Сколько заплатят олигархи? Ответы на все эти вопросы ждем от заместительного министра финансов Елены Макеевой. Через несколько минут она появится в нашей студии. Еще одна тема для обсуждений, которая возмутила соцсети. Путин готовит украинский сценарий в Сирии. Об этом в своей статье в Нью-Йорк-Пост написал обозреватель Амир Тахири. Он уверен, что действия России в Сирии могут реально привести к военной оккупации западного побережья страны. И все это происходит, потому что после войны в Грузии в 2008 году, еще тогда никто не обратил внимания на действия России и не ввел никаких санкций. Поэтому мы имеем то, что происходит сейчас. Более того, обозреватель считает, что дальше будут Молдава и Латвия. Так сказать, защитив русскоязычное меньшинство еще и там. То Россия пытается играть в Советский Союз и пытается быть каким-то субъектным игроком, в том числе на Ближнем Востоке и покровительствовать режиму Башара Асада. В этом как раз-таки никаких сомнений нет. И вот, например, Коммерсант пишет о том, что Россия собирается поставить в Сирии 12 истребителей. Речь об учебно-боевых самолетах Як-130, которые готовы уже к отправке. Но это на фотографии, правда, не они. И кроме того, как раз-таки издание напоминает о том, что в сирийском порту Тартус, где расположена российская военно-морская база, уже находится порядка 1700 российских военных. При том, что еще несколько месяцев назад там было буквально пара десятков человек. Ну что ж, снова перехватываю слово «я» и хочу с вами поговорить. Вот знаете, старые пословицы иногда действительно работают. Вот тише едешь, дальше будешь. Смотрите, гонка. И есть в этой гонке один участок, где реально участникам желательно спешиться, пройти опасный участок. И вот здесь вот человек опоздал. Спешится, слишком уж велика была скорость. Поэтому он показал очень такой интересный акробатический номер. У всех остальных получилось. А человек, который был лидером, к сожалению, вот попал в такую ситуацию. Поэтому иногда старые пословицы не лгут. Поехали дальше. Знаете, большой радостью в детстве было научиться свистеть. Правда, сразу начали запрещать. Не свисти, денег не будет. Но моржу-то никто не запретит. Серьезно, никто. Вы мне не до кого нагады, Павло, ничего особистого. Да, и тоже свистит. Ладно, хватит про моржей, пора про людей. Нам присылают люди прекрасные мотиваторы, которые вот утром должны вас зарядить отличным настроением и энергией. И мне кажется, они, это у них получается. На сегодня первым мотиватором становится от Анны Понасюк. Мейдальный ранок, цепоцелуна, коханого, та звучай наш чашечка улюбленной кавы с воршками та круассаном. Ну, по-моему, действительно, приятное утро описано. Благодарим вас, Анны, за то, что вы это нам прислали, поделились своим хорошим утренним настроением. За это вы получаете вот такую чашку от друзей и спонсоров Нескафе Классик. Мы вас поздравляем. Если кто-то еще хочет получать подарки, ищите подробности в интернете. Вы все найдете, все узнаете и тоже сможете прислать нам свой мотиватор и выиграть подарок. Удачи вам, друзья. Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. Друзья, у меня еще есть важная тема. Так уж получилось, и, наверное, вы помните сами, что сепаратисты на Донбассе неоднократно заявляли о том, что на стороне Украины воюют самые разные международные частные военные компании. Этот же тезис подхватывала и активно раскручивала российская государственная пропаганда. Мол, украинцы не такие уж вояки, поэтому, собственно, и сражаются за них кто бы то ни было со всего мира. Так вот, этот самый тезис решил поставить под сомнение наш коллега Андрей Булгаров. Ему слово. Вооруженных сил Украины нет на Донбассе. А под личиной украинских военных скрываются наемники всех мастей. Польские националисты, головорезы частных военных компаний и даже кадровые американские военные. Именно в этом уверено большинство россиян. Так ведь, по их мнению, воевать украинцы попросту не умеют. Но позвольте усомниться, а как же вековые традиции украинских военных побед? Или тогда это тоже были американцы? На самом деле история противостояния Москвы и Украины насчитывает века. Ведь московиты, выбрав азиатско-ордынский путь развития, навсегда противопоставили себя западно-южным русским землям, жители которых четко осознавали себя частью Европы. Для них свободно не пустой звук, и поэтому биться за нее они готовы были до самой смерти. В 1514 году волынский князь Константин Острожский со своим русско-польско-литовским войском разбивает армию московского царя, кстати, значительно превосходящую по численности. Через некоторое время украинские казаки принимают активное участие в Ливонской войне, в результате которой Московии надолго закрывается выход к Балтике. В 1618 году казаки под предводительством гетьмана Сагайдачного совершают военный поход на Москву. По дороге завоевывают ряд крупных московицких городов, и лишь капитуляция царя спасает Москву от полного разорения. А через 20 лет войско Запорожское участвует в Смоленской войне. В результате московский царь опять вынужден подписать позорный мир. В 1659 году под Конотопом запорожцы гетьмана Выговского наголову разобьют армию московского царя, и хоть успех не удастся развить, эта победа будет судьбоносной для Украины. Уже через год под Чудновым московская армия капитулирует, а воевода Шереметьев от имени царя откажется от притязаний на Украину. Естественно, Москва, как обычно, нарушит обещания, и противостояние будет продолжаться еще долго. Собственно, оно продолжается и поныне. История побед украинского войска над московским огромна, и тем не менее большинство россиян скорее поверят в сказки о наемниках, чем в силу украинского оружия. Но кому нужен этот мир? Главари банкформирований так называемых ДНР и ЛНР неоднократно высказывали, что под видом украинских военных в Донбассе присутствуют наемники из разных стран. И именно из-за них российско-террористические войска несут наибольшие потери. При этом сама украинская армия в глазах россиян и жителей оккупированных территорий представляется как ни на что не способное стадо. Так называемый лидер так называемого ДНР Захарченко прямо и говорит. Официально заявляю, украинская армия не в состоянии вести нормально ни одного нормального боевого действия. Они не солдат. Ему вторят пророссийские боевики. Как вы никогда не могли воевать. Но кто же противостоит славным воинам русского мира? Это даже не армия. Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион. А вот уже и российская пресса спешит сообщить, что в Украине замечены бойцы американских, польских, британских частных военных компаний, а также итальянские, немецкие и прочие наемники. И у смотрящего подобные материалы россиянина вполне может сложиться впечатление, что без иностранной помощи украинцы вообще ни на что не способны. Они сплошь слабаки и трусы. Но вот ни на что не способные украинцы 242 дня под шквальным огнем держат Донецкий аэропорт. Все попытки террористов выбить трусов и слабаков не просто заканчиваются провалом. Защитников начинают называть киборгами. А другие, не умеющие воевать хохлы из 95-й десантной бригады, совершают самый длинный рейд военной истории, попутно в тряпке разрывая оборону сепаратистов, уничтожая несколько вражеских артиллерийских батальонов, еще и прихватывая с собой внушительный арсенал оружия боевиков. Еще одни ни на что не годные бояки точечными артиллерийскими ответами неоднократно отбивают желания у пророссийских террористов расширять границы русского мира. И можно даже не говорить о правом секторе, бойцы которого вызывают у так называемых ополченцев просто животный ужас. Поэтому и придумывают миф об иностранных наемниках, поскольку признать, что украинцы всегда умели воевать, делают это великолепно и даже учат иностранцев это расписаться в собственной несостоятельности. Ведь россияне должны быть лучше, быстрее, сильнее. А значит, если и воевать, то только с Америкой. Нивелировать достоинства противника – стандартный ход, чтобы поднять боевой дух оболваненных пропагандой людей. И тогда появляются сказки об иностранных наемниках, поскольку без них Украина якобы ни на что не способна. При этом россиянам даже не вдомек, что ведущие места в иностранных частных военных компаниях уже давно отданы гражданам Украины и украинцам по происхождению. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными. Ведь это ваше право думать. Друзья, наше право не только думать, но и выяснять подробности. Потому что вот уже в октябре Министерство финансов и профильный парламентский комитет готовятся представить стране проект налоговой реформы. Точнее, собственно, новую налоговую систему. И из чего она состоит? Потому что скептики не устают повторять, что она – это попытка скрестить ежа-ужа. Оптимисты говорят, что как раз-таки она придет на светлое будущее. Где правда? Ну, насколько это возможно, будем выяснять у наших гостей. Мы рады приветствовать заместитель министра финансов Елена Макеева сегодня в гости нашей студии. Здравствуйте. Доброго ранка. Здравствуйте. И первый вопрос, давайте так, чтобы сразу. Направление беседы. Вот налоговая реформа, она нам жизнь, украинцам, упростит или как обычно? Ну, если ожидания у общества и у бизнеса как раз самая податковая реформа, то и втілене и впроваджение будет отвечать этим ожиданиям. А, соответственно, и спростить, и бухгалтерский облик, и финансовую известность, и много других вопросов бизнесовых вырешить. А как вообще перераспределиться налоговая нагрузка? Вот как она выглядит сегодня, и как она будет выглядеть, если налоговая реформа в ее варианте, который предлагает Минфин, а не если она у висит? Вы знаете, мы не пошли за своей инициативой, не разработали там что-то в Минфине, что нам подобается. Мы спросили в бизнесе, что вам не подобается, какие сегодня есть проблемы, что нужно терминово решить. Бизнес ответил, что у нас очень высокое податковое навантажение на фонд заработной платы. Треба что-то с этим делать, потому что это причина выплаты на официйные зарплаты и зарплаты в конвертах. Поэтому мы предлагаем снизить сутки в два раза податковое навантажение на фонд заработной платы. При этом и работник, и работодавец будут задоволены от этой реформы. Как сказал Артур Лафер на конференции ЕС, тут главное не вбить доброе. То, что лучше, скажут, враг доброго. Потому что тут главное не вбить этот добрый начаток, который нам запропонован. Вот скажите, вот это уменьшение давления на зарплатный фонд, это приведет к тому, что зарплаты станут больше или просто они выйдут из тени? Чего больше ожидают? В первую очередь мы рассчитываем на то, что будет дезинозация, адже мы выполняем очікувание бизнеса, снижим в два раза податковое навантажение. И мова идет как раз про податковое навантажение на роботодавца. З другого, мы перераховали, наша модель предбачает, что мы забираем 3,6% единого социального внесения, который сплачу в работнике. Мы также предлагаем одну минимальную заработную плату для всех абсолютно работников в Украине. И в таком способе сближается кількість грошей, которые люди будут отрабатывать по результатам выплаты заработной платы и сплаты податков. А какая будет минимальная зарплата? 1,378 гривен уже с этого года будет заработная плата. Повинні были подниматься трошки позже, но уряд принял решение сделать это раньше. И про что хочу сказать, что мы перераховали заработную плату до 100 тысяч гривен на месяц, да, есть такие заработные платы в Украине. И абсолютно все люди отримают больше грошей, потому что будет сменшено податковое навантажение именно на роботника. Поэтому я хочу сказать, что в выигрыше есть и работник, который отримает больше грошей на руки, и есть работодавец, для которого в два раза сменшено податковое навантажение. Адже это уже будет решение работника сбільшить заработную плату або инвестировать эти вывольненные гроши от оподаткования в развитие бизнеса. Хорошо. Если позволишь, вы говорите о снижении налоговой нагрузки, но мы же понимаем, что, например, отчисление, я так понимаю, в частности, налоговая нагрузка на фонд заработной платы, это шло в том числе и пенсионный фонд, насколько я понимаю. Так, конечно. А у нас пенсионная система солидарная, то есть люди откладывают не себе на пенсию, они платят пенсию действующим пенсионерам, их дети будут платить уже, условно говоря, пенсии нам. То есть снижение налоговой нагрузки, оно приведет к увеличению дефицита пенсионного фонда и так далее. Конечно, вы знаете, будь какая податковая реформа, которая предбачает снижение податковых ставок, податковое навантажение, предбачает дефицит бюджету. Для того, что они есть компенсации, на которые мы рассчитываем, адже за отсутствие доверия между бизнесом и владой, мы не рассчитываем на то, что детализация будет уже завтра, но мы ждем на нее, конечно. И вы правильно абсолютно пометили, это пенсионный фонд, это очень больно для нас, потому что мы не должны ставить под загрозу выплаты из социальных заработных плат, так и пенсии. И поэтому мы предлагаем объединять единственный социальный внесок и податок с доходом фізичных осіб уже с 1 сечня 2018-го. То есть, очень много экспертов, которые ожидают от нас сегодня, чтобы ставка была податков на зарплату единого 20%. И тут как раз мы и апеллюем до того, что будет очень большой дефицит пенсионного фонда, и мы не можем рисковать и поставить под ризик невыплату пенсии. Поэтому мы предлагаем поступовую реформу в два этапа. Первый этап – суттевое снижение податково на монтаж на фонд заработной платы, сближение объекта податков на доходы фізичных осіб, единственный социальный внесок. При этом задоволеннее будет, как я уже сказала, и работодавец, и работник. Наступный этап – это объединение податков с доходом физических осіб, единственный социальный внесок. С 1 сентября 2018 года Министерство финансов пропонует уже сегодня закрепиться в податковом кодексе и установить мораторий на три года, чтобы отбудить эту доверию. Все хорошо сейчас. Прошу прощения. Но у меня такой вопрос. Что будет с той анонсированной версией, что снова будут вводить изменения для частных предпринимателей, то есть малый и средний бизнес, кто зарегистрировал на этих единых налогах, что для них опять все меняется? Те цифры, которые были заявлены, они многих напугали, потому что, допустим, там IT-сфера, я вот в этой студии уже об этом говорил, они реально в уши, потому что если действительно введут такое, то уезжают в Польшу, там 20%. Вы знаете, на самом деле нет. Мы на новом тижне встречались с представителями IT-индустрии, с компаниями, с профильными ассоциациями. Мы просто взяли цифры, пораховали, как я сегодня, и как может быть завтра за представленными різными моделями. Тут мы говорим не лише та презентация, которая была, мала место от Министерства финансов, абсолютно вси модели. И когда увидели представники IT, что их заработная плата будет трошки сбольшена, и это отвечает их ожиданиям, они успокоились и сказали, доброе, нас это влаштовывает, единственное, давайте поговорим про этот речный обсяг, граничный обсяг дохода, который может иметь приватный предприятие. Что я хочу сказать, что в первую очередь, очень хорошо, что мы сегодня говорим о том, что нужно модернизировать спрощенную систему податкования. Потому что в предыдущих годах было 10 лет, когда эта спрощена система была стабильной, никто не изменялся, податковое навантажение было набагато больше, чем сегодня, и умовы были набагато жесткие. Из 2011 года, за минулой владой, начали решатывать эту спрощенную систему, и мы вошли до того, что здесь сегодня используются великий бизнес, который берет свой бизнес на очень приватных предприятий, а на маленькие компании, используются спрощенную систему с тем, чтобы оптимизировать количество сплаченных податков. Поэтому мы не сперечиваемся с различными экспертом, которые предлагают разные модификации спрощенной системы, мы не сперечиваемся так про то, что спрощенная система, а, должна остаться для малого и среднего бизнеса, для предприятий, для которых она была создана, второе, граничный обсяг 20 миллионов на рынок треба забрати, потому что 20 миллионов это не микробизнес, это уже тот бизнес, который может сплачивать больше податкового навантажения, третье, мы должны забрати будь-якие обмежения для работы с юридическими особами, которые сегодняшние есть для приватных предприятий, то есть, не должно быть каких-то заборон, как известно, будь-яка заборона призводит до уникнения выполнения правил. Понятно. Елена, если позволите, можно я так же. Скажите, сейчас бывают изменения в томатном оборудовании нерухомостей автомобилей. Если можно коротко, в чем будет новизна, в чем тут взагалі? Вы знаете, тот податок на рухоме майно в виде податка для властников автомобилей, он несправедливый, потому что единственным критерением есть объем двигателя 3 литра. А сегодня есть автомобили, которые имеют объем двигателя трех и меньше, чем 3 литра, но он дороже стоит. И очень много людей скаржится, что дня до Министерства финансов, впевнена, до других инстанций, что до несправедливости цього податка. Мы решили установить справедливість, провели анализ, как этот податок расплачивается в европейских странах и понимали, что привязаться только до вартостей в Украине будет очень сложно, потому что нет единого вартостей автомобилей. Змусить каждого властника автомобилей пройти оценку, это будет очень дорого и очень дорого, и однажды это не принято в суспільстве. Поэтому мы предлагали установить, как в некоторых европейских странах, список элитных автомобилей, дейсно, яка там вартость понад миллион гривен, метна вартость, я имею в виду, и лишь эти автомобили оподатковать за тю аналогичную ставку, яка есть сегодня 25 тысяч гривен. Спасибо большое. Друзья, Елена Макеева, замминистра финансов, была гость в нашей студии. Друзья, продолжение эфиру, далее факты, мы снова вернемся до нашей студии. Залишайтесь с нами. Так, наши коллеги, наши за сместницами гости также появляются в нашей студии очень-очень скоро, ждем их, и вы дочекаете, это будет интересно. Ну, а мы продолжим далее. Соцсети считают важным, я считаю так же. Смотрите, пять российских генералов руководят террористами так называемых ДНР и ЛНР. Эту информацию подтверждает как украинская, так и американская разведка. Как сообщают эксперты, раньше на территории Донбасса находились российские лейтенанты, капитаны, майоры. Теперь Кремль внедряет старших офицеров российской армии для командования силами сепаратистов. Еще одна новость, которая как раз-таки касается ситуации на Донбассе, это интервью министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, бывшего министра иностранных дел Швеции. В интервью одному из изданий он пишет о том, что по большому счету у российского руководства есть два варианта того, как будет развиваться ситуация на Донбассе. Это либо наступать на Украину, либо потихоньку сворачивать операции. И равно как и отступление тоже сулит Владимиру Путину тяжелые политические последствия. Но наступление на неоккупированной области Украины повлечет за собой еще большее потери. Вот цитат. Сейчас вы, Украина и Россия, будто в гонке на преследования. Но если в течение этого времени Украина сможет стабилизироваться и провести реформы, то именно вы окажетесь победителем. И сложно с Карлом Бильтом в этом вопросе Ось, до речи, продовжую. Читаемогенальний секретар НАТО назвал вибори в так званих ДНР та ЛНР фейковыми. Крім того, будь-які вибори на Донбассе повинні проходити у відповідності з українським законодавством. При це повідомив генсек НАТО Єн Столтенберг на церемонії відкриття навчання Україна-НАТО Львівській області, пише РБК Україна. Генсек також підкреслив, що дії Російської Федерації в Криму та на Донбассі являється порушенням територіальної цілісності та суверенітету з підривом світового порядку. Крім того, варто зазначити, що Петро Порошенко та Єн Столтенберг разом дали старт спільним навчанням Україно-НАТО, який відбудеться вже в Вівській області на Яворівському полігоні. Саме з цього приводу Порошенко і написав на свою сторінці у Фейсбук, що рад вітати Єнса Столтенберга в Україні. Це, до речі, перший візит генерального секретаря НАТО в нашу країну. Ну і знову перехватываю слово я. Недавно ми вам розказували про чоловіка, котрому удалось выбратися з ванни, де його залили цементом. Нет, він не должен бул никому дінек, це він так експериментирує. Але один раз, спася своє здоров'я, чоловік не зупинився, він продолжає искати приключення. В цей раз його залили монтажною пеною. Вот це зрелище. А це той самий? Да, це все тот же. Ему все неспокійно. Между прочим, я предупреждаю, коли человека заливають вот этой пеной, вообще пена, она выделяє специфический газ, що ще делает более опасну эту процедуру. Поэтому, честное-честное слово, дома ви так не делайте. Ну, разве що ради депиляції. Це в кращому випадку випадку подбудеться лише волоси. Да. Вот так вот он выбрался. Видите, он жив. Не повторяйте, може не так повезти. Ну, і давайте поговорим про хорошее. Мотиваторы нам все шлют и шлют, и они прекрасны. Итак, вот второй мотиватор на сегодня от Натальи Литовченко нам пришел. Вот он. Парих на кухне, чекая враньце, горячая кава, пахнув склянце, ведь солнце зайчик, мы гадать в виконце, а я всмехаюсь в ранешнему солнцу. Вот, замечательный мотиватор, я считаю. Поэтому вы получаете, что подарок от Нес Кафе Классик вот эту прекрасную чашку за ваше старание. Мы вас поздравляем. Любой, кто хочет тоже такую чашку, ищите подробности в интернете нашего конкурса от Нес Кафе Классик, и вы сможете выиграть такую чашку. Поэтому участвуйте Нес Кафе Классик, заряжают энергией с самого утра. Друзья, помните, вы слов «бий своих, аби чужие боялись». Я доповню, а краще стреляй в спину. Бойовикам на Донбасе нові правила виживания. Чому розстрелять мародери та влаштовують тортуру вбивцям? По каким законам тепер живуть по ту линию фронту? Дивіться прямо зараз в проекте «Гражданская оборона». Увага на екран. Отдельного внимания заслуживает зверское отношение самих командиров банк. Желание поживиться затмило в их головах все человеческое. Своих товарищей они сбивают и пытают куда агрессивнее, чем своих врагов. Так можно сказать, он его избил. Это еще мягко сказано. Вот он с него сорвал и форму шевроны и все, на яму его посадил. Так известный своей жестокостью командир батальона Сомали Гиви наказывает за любовь к спиртному. Ну, Гиви нервы сдали, мы его тоже понять можем. Первое, что делают пророссийские боевики, спершу они частично подсаживаются на алкоголь, наркотики, а потом же начинают самих за это карать. То есть система надзвичайно дивна даже не в суті своих покараний, которые там просто на здоровую голову не налазят, а система абсурдна в подходах. Если даже допустить, что избитый Гиви террорист получил по заслугам, то объяснить убийство товарища за пару тысяч гривен не так-то просто. Уполченец, на имя Вадим, это, до речи, колишний начальник Перевальского ДАИ, который перешел на бік боевиков и служил для оружия в руках, в лавах от самого загона под названием Брянка СССР. Его товарищ потрапил в полон, до речи, не украинский, а именно в полон таких самих боевиков загона, который носит назву «Сокел». Вадим висли гроши, чтобы выкупить своего побратима. Эта информация стала відома командиру загона лютому, который выехал на его перехопление, зупинил, расстрелял эту людину. Больше того, навіть фактично напівживу людину, его закопали живцем. И это далеко не единичный случай. На моих глазах он выстрелил в Исаева Владимира Николаевича. Он до сих пор в больнице лежит, когда был в пьяном состоянии. Серега вроде, я не помню его фамилию. У него два сына. Оба погибли в ополчении. Одного сына, последнего молодого, ему было 17 лет. Его просто застрелили в спину. Застрелили в спину свои же. Да, свои же. Черезовой коридор. Пошел! Это тебе за воровство! В таких условиях волей-неволей начинаешь понимать. ДНР и ЛНР это одна сплошная яма бесправия, беззакония, дикости и полной нищеты. Уже сейчас в страхе за свою жизнь боевики бегут на сторону Украины. Воображаемые бандеровцы и фашисты оказались добрее, человечнее, чем так называемое народное ополчение. Процесс самоуничтожения квазиреспублик запущен изнутри, без единого выстрела. Идеально. Гражданская оборона сьогодні и каждый вторник в 20.20 на НСІТВ. Друзья, мы продолжаем 15 лет в эфире. Факти святкують свой маленький ювелей. Факти это реальные истории из реального життя. И вот в нашей студии наши коллеги, наши гости, коллеги по ранковым эфирам Анастасия Мазур, ведущая ранкового блоку новин и Андрей Ковальский как раз випуске фактов спорта. Вот саме эти люди разом из нами говорят самого ранка у всей страны про то, что варто знать. Так, Настя, Андрей, ну ось расскажите, в чьому саме специфика, можливо, ранковых эфиров? Ну, підъеми ранні. Це так, це факт. Залишається фактом. Дуже важкі підъеми ранішні, але якщо ти пристосувався, хоча це неможливо пристосуватися, не знаю, все одно відчувається важкість, коли прикидаєшся, але потім довгий день і дуже легко жити далі. Ну, якщо говорити в професійній сфері, то специфіка ранішніх эфірів це драйв, це енергія, ми повинні розказати глядачам те, що вони пропустили, грубо кажучи, за ніч. Тобто, це найсвіжіші факти, найсвіжіші новини, зорієнтувати, який сьогодні буде день, яка погода, які там їх чекають, несподіванки, або сподіванки у столиці, там, в інших містах. А як от команді фактів взагалі, першим, вдається дізнаватися про якісь новини? Як це відбувається? Це закулісся, яке так завжди цікавить глядачів? Ну, першим, є інтернет, є наші журналісти, є інформаційні агентства, є там анонси, які ми знаємо, там, наприклад, що буде сьогодні, там, в цей день. Тобто, все це дуже легко, і все це дуже просто. Прогнозований інформаційний день, це для глядачів, можливо, і він непрогнозований. Дуже рідко бувають такі ситуації, коли щось стається ектероординарне, і коли воно стається, це перша новина у всіх новинах. Тому пропустити його просто неможливо. Скільки людей задіяно в тому, щоб підготувати випуск інформаційний, щоб підготувати спортивний випуск? Дуже багато. Дамо сволочезна команда. Кілька тисяч, я думаю, точно хотіли працювати, але насправді це менший штат. Це люди, які універсали, які вміють робити фактично все для інформаційного випуску. Настя, от, не дай збрехати, вона вміє сама і писати, і монтувати, видавати в ефір. Тобто, в нас люди універсали, які можуть робити все, але кожен займається якоюсь своєю конкретною ділянкою роботи. І коли це працює як злагоджений механізм, в ефірі ми маємо якісні факти. Це наша робота. Так, якщо ти бачиш ведучого в ефірі, то глядач повинен знати, що за ведучим стоїть ціла команда. Це журналісти, в першу чергу, це редактори, це техніки, режисери, оператори, гримери, адміністратори. Так, це величезна команда. Ну, а насправді, можливо, є ж якісь такі яскраві спогади з якихось ефірів, можливо, це якісь невдачі, які спотикають, напевно, кожну ведучого під час прямого ефіру, ну тому що. Ну, ти добре знаєш, що гарні ефіри забуваються дуже швидко, а якщо якісь курйози стаються, то це пам'ятається на все життя. І, навіть, ми святкували 15 років в п'ятницю, і Фейсбук, звичайно, майорів привітаннями. І один з наших колишніх тепер співробітників, він нагадав мені перший мій ефір, і він так написав, добре, що його немає на Ютубі. Я думаю, справді, добре, що його немає на Ютубі. Це було багато років тому, і якби він зберігся, зараз це було б дуже смішно подивитися. Я думаю, все одно перевірити варто, чи такі дійства немає. Шукали, немає, немає. Слава Богу, немає. У тебе все спокійніше в плані? Ну, в принципі, так. Ну, багато таких моментів, але вони швидко забуваються. Тобто, динаміка, у нас два ефіри в мене, наприклад, на день, і якщо навіть якась лажа, так скажімо, то вона швидко проходить, і кожен ефір змінюється ще цікавішим, або ще там якимось іншим. Тобто, все це якось так, немає чого такого згадати дуже визначеного. Але коли є лажі, саме по лажах людей запам'ятовують ведучих. Ви нам розказуєте, ми знаємо. І тоді, коли є лажа, точно люди знають, що це не підробний ефір, що це праздний, це живий ефір. Бо якщо все ідеально, то воно настільки може бути ідеально, так красиво, що варто. Не вірю, аж не вірю. В чому фішка фактів? От для кожного з вас. Для мене особисто фішка фактів в тому, що ми подаємо новини, подаємо факти, лише перевірені, а кожна людина може робити свої власні висновки, грунтуючись на тих фактах, які ми подали. Тому ми новини, факти, нічого крім фактів. І мені здається, що це найкраще для інформаційної служби, коли ми не даємо якихось оціночних суджень, і ми лише на боці України. Тобто єдиний пріоритет, який ми віддаємо, це проукраїнська позиція, як для мене. За кожним нашим сюжетом стоять герої, тобто ми працюємо для людей, про людей, і наші факти найближче до громадян, до їхніх проблем, до їхніх якихось запитань, невизначеностей в житті. Тобто наша головна мета зробити цей світ кращим, і щоб після нашого випуску хотілося жити, не дивлячись ні на що, на ситуацію в країні, на якісь економічні, політичні проблеми. Ми маємо дарвати, в принципі, на фініші позитив. Тому такій оптимістичній ноті будемо прощатися. Анастасія Мазур та Андрій Ковальський, наші колеги, наші гості, ну, не маєш прекрасного, Антону Равіцьку. Також передам вас. А, прекрасний Равіцький, це, звісно, добре, але у мене є розказ про прекрасний бургер. Друзі, реально, чоловік задався такою целью сделать самый натуральний домашній бургер. І в итоге, він все делал с нуля, сам вырастив пшеницу для булочки. Мільйон шестьсот сорок одна тысяча просмотров, между прочим, у этого ролика. В общем, в полторы тысячи долларов ему обошлась эта еда, потому что, действительно, все сам выращивал, ездил к океану, щоб соль выпарить. В общем, все вот эти процессы сделал сам, сделал в итоге бургер, бургер этот, попробовал, и говорит, ну, такое нормально. Полторы тысячи долларов, полгода жизни тратит такое нормально. Странный он какой-то. Ну, вот тут, делал-делал. Не знаю. Может, он плохо готовит. Как вы думаете? Пашка, вот ты сам делаешь еду? Ну, вообще, как бы, я не могу говорить об этом в эфире. Все понятно, спасибо. Павлу, друзья, вас ждет реклама, потом вас ждут великолепные факты, а потом утром в Большом Городе вернется к вам с новой порцией новостей. 7,55. Что это означает, это сочетание цифр? Это означает, что утром в Большом Городе в самом разгаре, друзья. Мы рассказываем вам все самое интересное из социальных сетей, до чего вы еще не успели добраться сами. И вы знаете, тут соцмережи просто захоплюются и захоплюются тем, что украинский боясь с простреленными ногами втек из полону. Так, журналіст Осман Пашаев на своей сторонке у соцмережах написал, что одному из бойцов правого сектора с позиним Мерлен удалось втекти от боевиков так званой ДНР. Так, и у хлопца были прострелены обе-две ноги. И знаете, это, к дурачу, він втек, втек, втек на танку. Він втек. Да, речь идет, да. О бойцах правого сектора с позиним Мерлен это случилось еще после Дебальцева. Но, тем не менее, история получила огласку сейчас. Ну, а давайте то, что сейчас тоже получила огласку и набирает миллионы просмотров по всему миру. Очень зрелищное уничтожение компьютера. Вот прям очень зрелищное. Там действительно уже больше миллиона зрителей его посмотрели. Давайте, включаем видео. Парам-парам. Вот такая вот здоровенная пушенька. Пушенька. Как эта штука называется? Противотанковая пушка. Так. Серьезный агрегат. Ой-ой-ой. Как вы понимаете, лобовая броня компьютера не выдержала прямого попадания. И это видео уже собрало огромное количество просмотров. Там весь канал на Ютубе посвящен необычному уничтожению техники. В общей сложности там на несколько миллионов, наверное, уже долларов уничтоженных технических приспособлений. Но очень зрелищно. Но есть на что посмотреть. Вы смотрите эти кадры. Аааа. Полтора миллиона уже людей. Не знаю, чому тут аж полтора миллиона. Не знаю, для чого він це робить. Хоча, можливо, тому що може все інше. Але, друзі, вам варто точно знати про те, що ринок зйомного житла активизировався. І ось почастіше поживалися восени і квартирні аферисти. Так ось, потенційних бовдерів вони шукають до видуми либеде на дошках безкоштовних оголошень. Для того, щоб не стати жертвою афериста і не втратити свої кровні гроші, варто знати буквально декілька дуже важливих і дуже простих правил. Про них знає більше наш кореспондент, наш колега Олексій Кобзар. Тож, йому і слово прямо зараз. Пошукати людей та нажитися за чужий кошт найголовніша мета аферистів. Для них неважливо, хто стане наступним лохом та самостійно віддасть свої накопичення. Злочинці знають лише одне, що наступна жертва точно буде. Адже лох це не мамонт і він не вимре. І просто зараз то п'ять найрезонансніших шахрайських схем з оренди квартир та корисні поради для тих, хто не хоче бути лохом. База контактів неіснуючих квартир та номерів, які постійно поза зоною. Брокерські контори, які насправді надають послуги виключно інформаційного характеру. Квартира, яку можна здати в оренду декілька разів за день та що то за слово таке субаренда. Зниклі речі з щойно орендованого житла та як порозумітися з господарем, що вирішив нажитися за кошт орендаторів. Про це у наступні декілька хвилин. У пошуках завітних квадратних метрів ми зазвичай заходимо в мережу. Дошки оголошень майорять різноманітними пропозиціями. Та ми чомусь звертаємо увагу лише на найдешевші квартири з євроремонтом. Саме таких людей шахраї перевтілюють у лохів. З оголошеннями дізнаємо, що подібних квартиру розпорядження генції сила силенна. Проте за доступ до бази найзвіжіших пропозицій та контактів господарів треба заплатити. Ні багато, ні мало, а 100 гривень. Гроші, здається, невеликі, та навіть вони на дорозі не валяються. Отримавши потрібну суму, аферисти ретируються. Та навіть, якщо ви все ж таки отримаєте бажану базу контактів, заселитися у квартиру вам не вдасться. Найчастіше ці номери та квартири не відповідають дійсності. Якщо ви не хочете стати лохом, а я гадаю, що ви не хочете, не користуйтесь послугами подібних ресурсів. Перераховуючи кошти на картки банків, електронні гаманці або поповнивши рахунок невідомим, знайте, справу ви маєте з шахраями. Також треба взяти до уваги, що жодна агенція не бере передплату за свої послуги, тим паче електронними грішами. Наступна схема вирізняється хіба лише масштабом та сумою, на яку шахраї обдурять свого лоха. Аферисти запрошують жертву до їхнього офісу, пропонують гарні квартири з ремонтом за невеликі гроші. Для реалістичності злочинці навіть зв'язуються з господарем квадратних метрів, аби жертва впевнилась в існуванні житлової площі. Далі справа за малим, підписується договір та сплачується вартість проживання. Господар має чекати нового орендатора вже за адресою. Та як виявляється згодом, потрібний будинок можна шукати довго, та от знайти його не вдасться навіть на карті. Злочинці відправили лоха за неіснуючою адресою. Цей час прокрутили ще кілька афер і закрили назавжди свій офіс-одноденку. Для того, щоб не втратити свої гроші та жити без клейма лоха, не платіть ріалторам без присутності господара та до перегляду квартири. Обов'язково складайте договір та найголовніше уважно перечитайте його. Тому що в цьому випадку, згідно договору, агенція зобов'язана надати лише послуги інформаційного характеру. Жодного слова про заселення у квартиру у папірці немає. Друзья, 44 часа. Ровно стільки продовжується продуктова блокада Криму, ініційована між лісом Кримсько-Катарського народу. І головний питання, з яким задаються всі, це навіть не то, виростуть ли ціни в Криму. Звісно, що виростуть. Головний питання в тому, як Москва і Кремль отреагує на ту гражданську ініціативу, яка стартовала в понедельник утром. У нас є на связі політолог Алексей Голобуцкий. Вот как раз таки цей вопрос ми адресуємо. Йому, Алексей, здравствуйте. Добрый ранок. Вот на ваш взгляд, а как Кремль отреагує на ту продуктову блокаду, которая началась в полтень-понедельник? Кремль не починає реагувати. Це видно по тим же соцсетям. Появилось громадное количество якобы конкретних людей, які жалуються і критикують, скажімо так, действи блокуючих доступів в Крим. Понятно, що Россія не зможуть в течінні дуже довгого времени решити логистичні способи, як доставлять товари в Крим. Наверно, в першу чергу вони будуть решати цей вопрос пропагандистський. Тобто, ще раз, твердя о том, що от цей блокады, ніхто не страдає, що не є правою, або наоборот, що страдають відчастливі відчастливі Крима. Понятно. До цих пор, поки він не буде в составі України. Дякую. Алексей Головуцкий, пролетолог, був с нами на связи. Друзі, як раз таки, тема блокады буде оставатися в течінні ближайшої недели, не сомневаюсь, одна із топових тем, і будемо к ней возвращаться так чи інакше. Але прямо сейчас отдаємо слово реклама, затем факты, затем возвращаемся в ту студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Действительно, утро в большому городе, знаєте все подробности новой статьи Нью-Йорк-Пост, который написал обозреватель издания «Мир Тахири», который таки уверен, что Путин готовит украинский сценарий в Сирии. Речь идет о том, что Москва может начать активно втручатись, вторгаться, собственно, во внутрисирийские дела и сеять там самые разнообразные сценарии. И вот, например, обозреватель пишет о том, что сейчас уже Москва подставляет новые летательные аппараты, готовится чуть ли не к разделу Сирии и как раз таки пытается использовать конфликт в этой стране для того, чтобы попытаться отыграть свои международные позиции, утерянные, утраченные, в том числе после конфликта на Донбассе. То, что Россия продолжает устраивать бардак, это плохо. Так, само виднося до категории погано. Еще одно. В России гирше. Российские найманцы не хочут повертаться до России и покидать Донбасс. Как описывал луганский выданный информатор, багато-то из боевиков знайшли собі уже на Донбассе дружины, они завели семьи и детей. По закінчению контракта они должны вернуться до России, но они отказываются это делать, не смотря на эти контракты, которые они подписывали. Кроме того, анонимное джерело додало, что, за словами самих воевиков, уровень жизни и экономический стан в республиках так называемых набагато краще, набагато выше, чем где-то в эти глибинцы, откуда они приехали. Да, Господи. Ладно, и закончим серию плохого. Вот новостью о том, что бывшего сотрудника ГРУ Геннадия Кравцова в России посадили на 14 лет за госизмену. Я напомню, в чем история. Человек действительно отработал много лет в ГРУ. После этого попытался найти новую работу. Отправил свое резюме в одну из шведских фирм. Ну, правда, человек имеет право искать работу, но там устроили скандал, дескать, как это так, разглашение тайное, Самое удивительное, что с него уже все подписки со сроком давности, подписки о неразглашении, подписки о невыезде уже были сняты. И все говорят, что это очередное проявление судебного фрейсбола, если официальный Кремль так поступает в отношении своих собственных граждан, можно только догадываться, какая судьба ждет украинских граждан, которые попадут, если угодно, под горячую руку. Давайте про хорошее. Еще, вот теперь давайте про хорошее. Сегодня вступил в силу указ украинского президента о введении санкций в отношении российских компаний и в том числе физических лиц. В санкционный список вошло порядка 400 физических и 90 юридических лиц, но между тем, список, который изначально считался несовершенным, корректировки происходят прямо сейчас. Вот, например, министр информационной политики юристы заявил, что санкционные списки в отношении журналистов будут пересмотрены, кто-то из этого списка будет исключен, в частности, 6 иностранных корреспондентов, а кто-то, напротив, может быть добавлен в этот самый санкционный список. Еще одной хорошей новостью является, что со вчерашнего дня на территорию Крыма будет вещать украинское радио. С понедельника по пятницу крымчане смогут слушать правдивые новости на коротких волнах дважды в день в 8.35 и в 18.30. Транслировать будут с материка цель проекта для донесения действительно правдивой информации до жителей полуострова. Речь идет как раз-таки о БАЭМ-частотах в 549 АМ. Там теперь будет совместный проект радио Свободы, которое предоставляет контент и украинского радио, которое предоставляет частоты. Будут в том числе самые разные гости. Вести это будут журналисты, там, Сергей Мусаева-Боровик, Александр Янковский, ваш покорный слуга в том числе. Вот. Так что вот такая вот себе хорошая новость. Мы считаем хорошая. Я вас вам звучу, что так точно. И еще одна хорошая новина на думку користувачів соцмереж, адже у Львівска львівские поліцейские виносять на руках людей з маршрутки. Саме це відео, ви зараз його бачите, воно стало надзвичайно популярным у соцмережах. На вихідних у Львові пройшов дуже сильный дощ. В результате вулиці опинилися затопленими, а громадский транспорт в буквальном розумении просто став посеред дороги, як ви и бачите. И ось тут на допомогу пасажирам прийшли поліцейские, от які вони, бачите, вони как раз брали жінок, взагалі дітей, не усі, кого могли перенести на інший від, де немає води. І, до речі, героїв знайшлися. Вже відомі їхні імена. Це 302-й екіпаж Віталій Сушко і Назар Мончук. Ну, супергерої, ні? Та самая история, когда раньше мы лайкали видео с иностранными поліцейскими, а теперь лайкаем со своими собственными. Это классно. И еще классно, это если вы, друзья, будете присылать нам письма на наші почтові ящики NoCarnet, в частності, мою вы сейчас увидите на своїх екранах. Утренний ефір, дорога з двусторонним движением, не устаємо вам повторять. Милости просим. І перехватываю слово «Я». Моя любимая рубрика «Миллионы просмотров». Сегодня в ней я вам покажу пример того, что женщины считают прекрасным подарком, сутя по комментариям. Реально. Человеку, мужчине, на день рождения любимая супруга подарила коробочку. Давайте посмотрим видео. Итак. Пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч просмотров. И вот коробочка, дорогой, подарок. Мужчина думает, ух ты, неужели, наконец-то, часы красивые? Пульт управления дистанционный от вертолета, как я всегда мечтал. А там? А там часы. Он говорит, он слышит, ну, а там? А там тест на беременность с двумя полосками. Are you serious? Are you serious? Серьезно? Серьезно? Восьмой? Я цемила, я смогу не готова. Слушай, ну. Я же сделал вазоктомию три года назад. Боже. Как чудо! Не смейте смеяться, это дуже мило. Ладно, с шутки шутками, друзья, у нас постоянно присылают отличные мотиваторы. На сегодня мы признали самым симпатичным, самым приятным мотиватором, мотиватор, который прислал Валентин Бойко. Вот он. Наикраще, чем уже пятнятый настрей враньсице, прекрасный схит солнца, свежеповитрие, та усмешка блыськой людыны. Валентин, поздравляем! Вы получаете подарки от Нес Кафе Классик, чашку, получаете кофе. Мы очень рады за вас, мы настолько рады, что даже заглянем к вам на страничку в соцсети и там напишем, что мы вас поздравляем. Вам никуда от этого не деться. Друзья, если тоже хотите подарки, если хотите выигрывать, находите подробности в интернете, участвуйте, и все то же самое ждет вас. Нес Кафе Классик заряжает энергией с самого утра. Ну а мы, друзья, заряжаем вас с користыми порадами. Оскільки ринок зйомного житла активизировался, тут пожвавилися и квартирные аферисти. Они шукают потенційных бовдарьов на безкоштовных дешках оголошений. Так ось, как не потрапить до них на гачок, знает наш корреспондент Олексій Кобзар. Теперь будете знать и вы. Увага! Вы дивитесь рейтинг наиболее шахрайских схем з оренди житла. Завдяки нашим порадам вы точно не станете лохом, а також залишитесь зі своими грішами. Раніше ми вже розповіли, що не варто платити невідомим агенціям за базу контактів квартир та господарів. Майже точно ці номери будуть поза зоною. Уважно перевіряйте договори, який підписуєте у ріелторів. Там не може бути рядка про надання інформаційних послуг. Такі формулювання використовують виключно жахраї. Та навіть якщо ви вже подивились квартиру і вас влаштовують всі умови, не можна поспішати розлучатись грішами та втрачати пильність. Попросіть господаря показати паспорти з пропискою саме у цій квартирі, а також документи права власності на житло. Останнім часом популярними стали оголошення про оренду квартир подобово, ба навіть погодинно. Вигідна пропозиція для коханців, які хочуть усамітнення, а також для комфорту у відрядженні. Та саме такі квартири аферисти використовують для своїх злочинів та перетворення орендаторів на лохів. Видаючи себе за господарів, шахері запрошують жертв на перегляд квартири, потім беруть гроші за проживання. Заселити обіцяють вже завтра. Та як виявиться вже дуже скоро здати в оренду подібну квартиру, аферист встиг ще декілька разів на день, а от жити у ній буде тільки реальний господар квадратних метрів. Бути лохом не хоче ніхто тому, аби не пошитися у дурні та не втратити останні гроші на оренду, уважно перевірте документи господаря та документи на право власності. Їх відповідність можна дізнатися за допомогою електронних реєстрів на сайті Мін'юсту. Аферисти щоразу заходять все далі і далі. Тепер на їх гачку у черзі за званням лоха вже опинились новоспечені орендатори. Вони успішно заселились у квартиру та почали обживатися на нових квадратних метрах. І все нібито добре, проте одного вечора, повернувшись додому, відкрити двері ключем не вдасться. Злочинці замінили замок та незаконним способом заволоділи особистими речами. У подібній ситуації одразу звертайтеся із заявою до правоохоронних органів та заручіться допомогою сусідів. Їх свідчення у поліції та на суді можуть стати вирішальними на вашу користь. Часто густо господарі, аби вберегти себе від втрат, беруть з орендаторів заставу у розмірі місячної вартості проживання. Це на випадок, якщо мешканці зіпсують квартиру та покинуть приміщення без відшкодування збитків. Звичайно, це не стосується природнього зношення житла. Та якщо господар відмовляється від повернення цієї суми, не засмучитись. Звертайтесь до юристів та правоохоронців. Аби не втратити заставу та не стати лохом, при оренді житла обов'язково складайте договір. Пропишіть у ньому все, що орендодавець передає вам у користування меблі і техніку. Так, не чистий на руку господар не зможе заволодіти вашими речами, а також звинуватити у крадіжці його приладдя. Документ завжди допомагає встановити істину. Шахри та аферисти чатують на нас на кожному кроці. Все, що їм потрібно – обікрасти свого лоха та залишити його ніж чим. Тож, аби не пошитися у дурні та не втратити свої накопичення. В жодному разі не втрачайте пильність і не лінуйтесь зайвий раз перевірити документи шахраїв. Поради прості, проте дієві. І пам'ятайте, у нерівному двобої зі злочинцями покладатись ми можемо виключно на себе. Ну що, раби, утро. Смотрите, какую я прекрасну статтю нашел. 35 способів зробити осінь уютні. Улетіти на юг. Фотографії які. Тут ідеї отрічні. Нарвати ароматних розовощоких яблок. Розовощоких. Главное, щоб сторож не застукав. Ні, ну... Научать ввести дневник. Вот для тебе, кстати, є прекрасний совет зробити фотосесію. Ні, фотосесію в лисі золотому. Це потрібно. Ну, перш, треба м'ятти фотографії нарешті вже десь в соцмережах. Але в мене є краща ідея. Я хочу взяти ковдру, хочу взяти чай в термосі і ноутбук і піти на природу дивитися якісь фільми класні. При тому, що ноутбук такий компактний, легенький, його можна легко з собою брати і батарея витримає. Между прочим, це хороша ідея. Нужно пропонувати, щоб в статью додавали, тому що, ну, правда, це робота. Це правда робота. А ти підеш зі мною? А? А ти підеш зі мною? Друзі, комуністи обіцяють приєднати до України іноземний острів. Покажіть, нам, будь ласка, ці фотографії. Бачите, це рекламний білборд української компартії. Вони обіцяють повернути країні захоплені землі. Ви думаєте, що це Крим? Ні. На фотографії це грецький острів Скіатус. Ось, цю фотографію взяли, просто якась десь з американського фотосайту. Це та сама історія, коли криворухі дизайнери на самом деле ставить страну или политическую партию какую-то на грань скандалу. Друзі, ще одна новасть. Це то, що телеканал РЕН-ТВ отличился. Они, публікуєю інформацію о митингі оппозиції в Мар'їно, приписали там, як будто там американський посол Джон Тев дає інтерв'ю. На самом деле, вот такую вот фотографію вони вставили на фоні сцена. На самом деле, це все фотомонтаж, потому що оригінал фотографії выглядит вот так. Это Джон Тев, американський посол дає інтерв'ю на місці і убийства российського оппозиційного політика Бориса Немцова. І американське посольство вже с юмором на це все отреагувало. Оно заявило, що, ви знаєте, а вообще Джон Тев в момент митинга оппозиції був дома. Ну, я просто пытаюсь понять, що у людей в голові. Але не нахожу ответ на этот вопрос. Що у людей в голові, мучає ты мене. Знаєте, вера в человечество, все падає, падає і падає. Все вже привыкли к селфі, к фотографиям, к постоянному еді. А теперь две порочные страсти об'єднені. Ви зможете делать селфі во время еды. Чим ротом? Ти не повериш. Но практично, да. Вот, смотри, вот це рекламне видео. Американський бренд сухих завтраков представил селфі-ложку. Так. Вот на полном серйозі. Ти вот еш і селфіш. Я себе представляю, тебе прекрасні лиця. А де якісь фотографії, як воно виглядає? А, щас вот. Вот это так вот делається. І зачерпнуло. І прям, как бы, вместо предназначення это называется заглядывать в рот. Практически, да, Павел. Вы очень четко это подметили. Ну что ж, кто еще только не становился звездами интернета? И котики, і собачки уже були. Давайте улиток сделаем. Улитки звезды интернета. А почему нет? Ну вот и таки мыли, можно. Ну правда? Сами смотрите, вот. Улитка. Ну, конечно, подстраховались котиками, но главный герой-то улитка. Классно. Хо-хо-хо-хо-хо. Мимимишиство. І не боїться зовсім от виравок. Личинка чужого ведет себя с котами совсем по-добродушному. І так... Ладно. Хватит. Хватит. Вот мимимишиство. Покажите людям страшное. Павла. Ну, Павел-то, может быть, и страшный, но новости у него все равно добрые. Друзья, нас все время окружают всякие заблуждения, стереотипы. И наши коллеги как раз таки решили разобраться вот в очередной порции стереотипов, что из них на самом деле правда, а что из них на самом деле ложь. Прямо сейчас. Тихо-тихо-тихо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ми живемо у світі оманливих тверджень. Ще з дитинства нас запевняють, що читати у транспорті не можна, бо таким чином псується зір. Ми впевнені, що Єва з'їла у Едемському саду яблуко. Ми віримо, що їжа у рекламі дуже смачна та апетитна. Чи так це насправді? Дізнаєтесь просто зараз. Читати у транспорті не можна, бо нібито псується вір. Саме таке твердження нав'язує нам суспільство. Ви теж дотримуєтесь цього правила? Досить. Перестаньте вірити у нісенітниці. Не читайте в транспорті і спортите зрення. Це заказ, я так розумію, врачів-офтальмологів. Тому що в транспорті, якраз при хорошем тільки освіщенні, читати треба. Таким чином ви не те, що погіршите зір, ви його покращите. Адже читання у транспорті – це як фізкультура для очей. У вас в транспорті постійно міняється фокусне ростіяння. А для того, щоб чіткості вийшла, треба якраз працювати мишцями. От ви тренуєте в цьому часі мишці. Так, вони можуть встати з непривички, але, тим не мені, це працює. Тож не соромтесь та беріть з собою у транспорт свіжу пресу чи улюблену книжку. Та тренуйте і очі, і мозок. Їжа, яку показують у рекламних роликах, дуже смачна та апетитна. Здається, по-іншому й бути не може. Та чи здогадуєтесь ви, у чому секрет її ідеальності? Вівсянка з фруктами найкраще до вашого сніданку. Або найсвіжіші моропродукти тільки від нашої компанії. Десь приблизно так би це виглядало у рекламі. Проте, чи погодились би ви їсти на сніданок клей або гліцерин? Звичайно, на прилавках їжу з такими інгредієнтами не продають. Проте у рекламі використовують. Наприклад, вівсянка. Аби каша мала апетитний вигляд упродовж усієї рекламної зйомки, яка може тривати протягом кількох годин, замість молока у тарілку наливають звичайний клей. Отримується хоч і неїстівна, проте красива каша. Малинці. Гадаєте, їх поливають медом чи сиропом? Для реклами більше підходить машинне масло. Воно густе та красивого золотавого кольору. І байдуже, що запах не дуже. Зате картинка на мільйон. Ще один маленький секретик, який змушує випічку бути привабливо блискучою. Ні, це не цукровий сироп, а лак для волося. Кілька пшиків і пиріг, як з обкладинки журналу. А щоб додати привабливого блиску овочам та моропродуктам, у рекламі використовують гліцерин. Намастили і ідеальний рекламний продукт готовий. Тож не дивуйтеся, якщо придбаний вами продукт не відповідає рекламній картинці. Єва з'їла яблуко у Едемському саду. Це ще один оманливий факт, у який ми віримо. Чому і за що цей фрукт охрестили забороненим плодом, точно невідомо. Але якщо уважно почитати Біблію, то ви помітите, що ніде в ній плід не був названий яблуком. Так, це могло бути і яблуко. Так само, як і аберикос, апельсин чи будь-який інший фрукт. Тож перестаньте вірити у твердження, які не мають жодного наукового доказу. Наступного разу ми розкриємо вам ще більше оманливих фактів, аби ви дізналися правду. Дякую, великолепно Танечке. Вона стільки всього нам об'яснила, і сама красива, і ці жоби. Але насчет ягоди в едемському саду. Мікається, це був арбуз. При попытки надгрызть арбуз, Ева сразу многое поняла про мироустройство. Я не буду продовжувати. Я несправедлив. Почавшимися жобами сказала она. Ладно, поехали дальше. Є багато забавних новостей, я іми хочу ділитися. Вот ви видели дресуванних собак, котиков, улиток. Вот недавно видели про естки дресуванних медведей. Но новое слово в дресуре – дресуванний бык. Смотрите, че он може. Вот правда. Ну, набор трюков, конечно, не очень богат, но учитывая, что это бык. Предусмотрительный фермер заранее приучал быка к команде «умри». Не знаю, как его зовут, но он тоже новая звезда интернета. И поехали дальше. Вы знаете, что делать, если вы забыли о первой годовщине первого свидания? Вы забыли, правильно знаю. День рождения, любимый. Вот большинство мужиков не знают, потому что это тот момент, за который расплата одна, казнь. А собака, которую зовут Эд Тори, умеет выпросить прощения за что угодно. Даже за съеденную обувь. За съеденный загранпаспорт. Смотрите. Как не простить? И не встанешь, пока не простишь, что микает Эд Тори. Ну, вибачь. А будь ласочка, будь ласочка. Павел, не смей. Не вздумай так извиняться. Мы тебя сразу прощаем. Ты залезешь кому-то на колени, все, ног нет. А еще она таким чином могла просить чего-то солоденького, если она как-то очень солодкая ешь. Знаете, она постоянно повторяет, мовляв, солодки – это шкодливо, что солодки псуют фигуру, псуют наши зубы, взагалі, здоровье, а так и иначе. А ось наша прекрасная коллега Аня Ахава вирішила развеять міф про солодощи. Сколько их можно есть? В каких количествах? Аблица было лишь для нашего здоровья. Она расскажет уже сейчас в своем сюжете. Подивите. Хей, сластеный, доброе утро. Только сегодня и только сейчас я разрешаю вам есть сладкое. Но под нашим чутким руководством. Это проект «Ядзизможу» и у нас месяц правильного питания. Все мы любим вкусняшки, так зачем вы себе отказывать? Так считаю я и Александр. Но что есть, как есть и когда, чтобы это не откладывалось на же пятые точки, вопросы к нему. Доброе утро. Начнем с того, что есть сладкое – это нормально. Да. Вот оно, мы дождались. В большей части десертов может не быть ни сахара, ни муки, ни каких-либо других ингредиентов, которые портят нашу фигуру. Это морковный, вегетарианский, сыроедческий торт. Там присутствуют все компоненты, которые нужны для того, чтобы поддержать себя в хорошей форме. Мало того, мне кажется, судя по ингредиентам, это очень доступно для любого желающего. Каждый может это сделать дома, прямо вместе с нами. Ну что? Приступим. У нас есть морковь, есть финики. Финик, кроме всего прочего, это натуральный сахар. Чернослив, курага, любой вязкий ингредиент. Ананас. У нас есть лимон, и, соответственно, из него уже сделали лимонный сок. Самая главная и питательная овсянка. Она помогает нам связать, сделать тесто, заменяет муку. Корица, мускат – это все, по факту, яд, на самом деле, для человека. Мы съели чуть больше муската, и все, можно попрощаться с этим миром навсегда. Все важно есть в определенной пропорции. Да, важно соблюдать определенную дозу. Так вот, о дозах. Сколько полагается съедать сладкого человека, чтобы это было безвредно? Я лично за натуральный сахар. Есть кленовый сироп, есть сироп агавы, и, в конце концов, мед. И в кленовом сиропе не может быть ничего, кроме именно кленового сиропа. Да, как ни странно, это монопродукт. Наша задача – измельчить морковь. Да, и у нас есть уже готовая морковь, которую мы уже с ранней сделали. Да. Мы добавляем туда овсянку. Лучше брать морковь, которая не залежавшаяся, да? Она должна быть прямо сочная, правильная, то же самое. Овсянку мы тоже измельчаем. Да. Так, финики. Добавляем. Кокос. Очень болезнен для иммунитета. Ананас. На самом деле все. Пахнет волшебно. Так. Класс. Такие сладости можно есть вечером? Вот честно. Да. Я ем в 11 часов вечера. А можно я вас покажу? Он ест это в 11 часов вечера. Делаем выводы. Эту часть мы замораживаем и делаем второй слой. Я вообще не ведусь, фоткаю. Сладко я ем, конечно. Слушай, я вообще мало в чем отказываю. Есть такая поговорка, типа не верьте по дому повару. Да, но это старая поговорка. Вот наоборот, не нужно верить толстому повару, потому что здоровая еда это все-таки люди в здоровом весе. А если повар толстый, то знаете, могут быть нюансы. Как вы считаете, сколько пищи человеку нужно в день? За 200 лет, в которой живет последнее человечество, съела столько же мяса, сколько за все предыдущее свое существование. Знаете, есть люди, которые ходят в спортзал и регулярно едят курицу для того, чтобы... Надо понимать, курица тоже такой себе продукт. Нужно смотреть, откуда она хорошо лежилась. Главное, я довольна жизнью. Сейчас у нас тут произошла магия. Произошла магия, да. Мы добавляем наши орехи сюда. Добавляем... Клево, сироп, мед, лимонный сок, для того, чтобы не было слишком плитерного оливкового масла. Снова взбиваем. Мы добавляем немножечко специй. И желательно все это оставить на несколько часов. Ешьте много, правильно, полезно еду. Я це зможу. Друзья, наш соціальний проект «Я це зможу» весь вересень присвятив темі збалансованого та здорового харчування. Так ось, як харчуватися правильно, в яких дозах їсти, солодощі, впити алкоголь і все інше, будете дізнаватися поступово в кожному нашому ефірі. Ну а більше консультацій, більше сюжетів можете отримати на ресурсі safeconnection.org. Выкладайте також свои фотографии зі здоровою їжею, з вашою хорошою формою. І за це також можете отримувати призели. Не забывайте хештег «Я це зможу». Очень важко, у нас с тобой нет шансов. Информационная вишенка на нашем тортиці. То, что по данным синоптики сегодня в Києві, сейчас плюс 13, днём до плюс 21. Проверяйте погоду в своих городах, берегите себя. Хорошая неделя нам предстоит, поверьте. Почемось завтра о 6.30. Гарного дня! Почемось завтра о 6.30. Гарного дня!